Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. После измены мужа мы все-таки решили опять быть вместе, но он как, выпьет, звонит и пишет любовнице, пишет ей что любит. А мне сказали, что иногда ему хочется меня убить, в прямом смысле слова. Говорит, что если это противоки с изворотами моими, то они идут против меня. Помогите разобраться, что делать в таких случаях. Ну, я бы сказал, что здесь в отношениях имеет место быть системный кризис. Потому что, во-первых, измены не возникают на равном месте, во-вторых, у вас имеет место быть травма от измены, которое вы, скорее всего, не прожили, вот, которое, в принципе, до сих пор, ну, до сих пор, вероятно, болит у вас. И это нормально абсолютно. Вот, и плюс ко всему, когда вы говорите, вот, что решили быть вместе, мы, да, мы решили быть вместе, а здесь не совсем понятно, кто мы. То есть, так, если в общем, то, конечно, очевидно, что вы и ваш муж. Вроде бы. Но если посмотреть на эту ситуацию более пристально, то можно увидеть, что в решении быть вместе, ну, как бы, участвует несколько человек в решении, участвует, участвует. И каждый видит ситуацию по-своему. То есть, каждый воспринимает, ну, как бы, решение быть вместе по-своему не одинаково. Именно поэтому, именно поэтому, очень важно, чтобы вы договаривались. Именно поэтому, очень важно, чтобы у вас была некая договоренность, чтобы когда люди, например, ну, вот, скажем так, после того, как произошло расставание, например, чтобы после этого люди, принимая решение быть вместе, о чем-то договаривались, и приходили к каким-то общим, ну, моментам, аспектам, аспектам, да, вот. А у меня есть вот такое чувство, что мы этого не сделали. То есть, вам нужно было, скажем так, принять и простить измену, а это не так, чтобы очень просто. Вот. Нужно, нужно заметить, заметить в этом смысле еще и кризис в отношениях, который, собственно говоря, стал основанием для измен, да, как бы, и то, что делает ваш муж, а именно, когда выпьет, звонит любовнице, говорит вам, что хочет вас убить, в прямом смысле этого слова. Но это все очень, очень сильно похоже на подавляемую им агрессию. И, на мой взгляд, конечно, если говорить об приворотах или отворотах, то это перекладывание ответственности, как мне кажется. То есть, ну, вместо того, чтобы признать, что я сам чем-то недоволен, да, вместо того, чтобы признать, что, ну, грубо говоря, мне самому что-то не нравится, да, вместо того, чтобы признать, что меня самого что-то не устраивает, вот. Вместо этого я буду, как бы, перекладывать ответственность, да, на отворот-приворот. И, опять же, здесь история про агрессию, вот, ну, вот, у вашего мужа, как бы, на вас. И, на мой взгляд, да, вот, один из ключевых моментов заключается в том, что, ну, наверное, вы считаете, что, ну, вы считаете своего мужа виноватым. То есть, как бы, вот, что вот он изменил, да, он, блин, наверное, еще и, там, негодяй такой, а-а-а, пишет, значит, любовница, меня убить грозит. То есть, вот, вопрос в том, да, насколько вы можете, э-э-э-э, высказывать, там, друг другу, вот, свои, э-э-э-э, свои причины, свои чувства, да, вот, насколько, там, насколько свободно вы можете это делать. То есть, я бы здесь, э-э-э, ну, конечно, вот, обратил бы, обратил бы внимание на вот, э-э-э, на вот этот аспект. Потому что, ну, если, э-э-э, если нет свободно, да, если есть какие-то, вот, ну, так скажем, э-э-э, запретные темы, да, например, то это, вот, как раз поражает то, о чем вы говорите. Ну, и немного смущает то, что вы, э-э-э, как будто бы, э-э, ну, не оскариваете то, что имеет место быть, э-э-э, ну, мысли вашего, э-э-э, мужа об отвороте, то есть, то, что вы, ну, не возражаете против, против этого. Вот, это, конечно, несколько вызывает, ну, вызывает вопрос, э-э-э, естественно. Такая вот история. Так что, э-э-э, ваша травма, э-э-э, и кризис, э-э, являются здесь, э-э-э, ключевыми моментами. То есть, ваша травма-измены, э-э, и, э-э, системный кризис в отношениях. Э-э-э, с травмой-изменой нужно работать в-э-э, в индивидуальном порядке с вами. А-э-э, кризис, э-э-э, ну, вот, кризис в отношениях, это вдвоём, вдвоём, с супругом обращайтесь, вот, э-э-э, к психологу, вот, который вам придётся по душе, и можно будет с этим поработать. Э-э-э, обратите внимание, пожалуйста, на то, э-э-э, вот, то, что вы можете сделать уже сейчас, да, обратите внимание, пожалуйста, на, э-э-э, то, как вы взаимодействуете с, ну, вот, с, э-э-э, с супругом, да, то есть, ну, просто на, э-э-э, ваше общение, скажем так, то есть, как вы общаетесь. Э-э-э, я бы, ну, предложил бы ещё посмотреть на то, что между вами общая, то есть, вот, ну, что вас объединяет. Э-э-э, часто достаточно люди это, э-э-э, ну, забывают, просто не обращают внимания. Э-э-э, это очень важный момент. На этом всё, э-э, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Э-э-э, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, э-э, за помощью, да, вы, э-э, большая молодец, что начала об этом говорить сейчас, но это только первый шаг, вот, в этом смысле и, соответственно, за этим шагом идут следующие шаги.